так здравствуйте здравствуйте так представьте пожалуйста я чечурка виктор петрович так виктор петрович оказывается мы с вами знакомы вы когда-то мне прислали материалы бутейка вот и меня это подкупило поэтому когда вы мне вчера позвонили сказали что хотите встретиться шутка ли проехать полстраны вот то у меня это подкупило что уже несколько лет назад вы позаботились о моем здоровье мы просто увидел в интернете что вы болеете а сами до этого 8 ну с года 15 наверное заняться проблемами почему у меня плохо дышит нос и почему в интернете на кое-как нашел то есть что есть был бутылька ну и начал это более-менее дышать по нему вот сейчас смотрите у нас разговор будет серьезный и мы может быть если дружба продолжится мы про вашу систему оздоровления расскажем другой раз почему не сегодня потому что во первых для здоровых это уже не интересно правильно и никогда вот мы будем ближе к делу мне очень хочется чтобы нашего полку прибыло и вдруг вы приехали и может быть даже надеетесь при каком-то удачном сцеплении обстоятельств здесь остаться жить так так вам 52 вот и я пока мы знакомы всего 10 минут что я в самое главное узнал мастера на все руки так ну как старался загибайте пальцы это не зря разговор вы носите смотрите родился в деревне о наш человек получил права тракториста-машиниста 16 лет пошел работать то есть в 86 году я первый день в общем еще события такие 26 апреля вот это когда чернобыльское авиастрово взорвалось у меня был первый рабочий день поэтому и запомнили ну и все 16 лет работать дали трактор отучился отличием на тракториста этого кто же мне то есть стали справку в поле на посевное уборочная то работал маленькой общем уволился из-за того что ну меня была нормальная зарплата такая рублей 300 среднем за два года деревне то есть вот эти сельхозрасчеты пошли только то есть взрослые там которые работают в деревне деревню более-менее нормальная такая которая вырос но и это поставили меня на самую низкооплачиваемую работу в конце этой работы то есть на 100 рублей я с этим не согласился уволился ушел на те же 100 рублей только в другое место так людям может быть это не будет интересно я о другом сейчас смотрите значит допустим вы осядете в наших местах вы затем приехали так приехал по принципу если есть практически назад и не на чем ехать если что ясно теперь так то есть стоит на типа денег каких-то заработать чудо чудо ну вот я сейчас этот фильм выставлю в ютубе да понятно что вам надо куда-то идти где-то устраиваться на работу но на завод меня не возьмут на кодек частнику почему не возьмут после уже в 40 лет никто не тяните а в этом смысле возраст понятно значит остается частник смотрите вы сельской работы не чураетесь так более того ну-ка ну-ка я сейчас специально я подумал о том что ну у нас есть сельхоз предприятия в основном от науки абаканский институт аграрных проблем вот шушенский тире суботинский государственный сад есть так минусинский есть тоже этот самый как его назвать добавим документы официальные трактори чтобы вот это было не мне кажется за этим я всю жизнь на тракторе т-40 и никто ни разу не спросил документы потому что я с этого сада то и не выезжал на нем только до ближайшей лесопилки практически там все категории я до вот разговор закончится так я выставлю в ю тубе вот что еще могу помочь ну допустим дать объявление в городские там допустим телевидение бегущую строку так но она работает хотя ну то есть читал эту строку что-то там три объявления типа рабочие нужны на переработку камня что за камень там такой до того алюминий который а вот сейчас только проезжали мимо этого камня обработки в общем так значит что сказать то был бы сейчас пару месяцев спустя я бы вас хоть угостил бы фруктами а сейчас у вас с этим магазинами фруктами в общем все зыбы ушатал расскажите как вы посадили деревья и чем кончился тот 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 случай вы как-то обмолвились краешком ну вот в орле который нанялся я на работу женщине нужен был помощник по хозяйству она купила несколько участков в общем в общем соединил их в кучку получилось 20 суток ей нужна задача в общем типа на 8 63 года рождения и можно типа к старости чтобы вырос какой-то сад ну более-менее что ну я там вот я вас знаю там типа как Валерий Константин сделает вот так же вам сделаю она вроде сначала соглашалась соглашалась а потом в результате а потом ну прошлом году весной наняла дровосеков но эти которые обрезальщики они обрезали в общем сначала соседний сад тому сад то есть там росли какие-то более-менее яблони старенькие она их решила омолодить попилила там все но остались пеньки которые ну да ну они потом обрастут конечно но уже все не то будет оно ну как есть было более-менее что-то нормально что-то я там собирал какие-то яблоки пару лет а ваши деревья мои тоже росли вот прошлой весной все на него обрезали все то есть там вот это абрикос мучили мучили его несколько лет до меня его потом уже более-менее что-то пересадил по какой там рекомендовали он вроде ожил и прошлой весной все обрезали все ну то есть возможно будущие абрикосы все на эту теме я очень обиделся и ушел ясно те же яблони жалко стал хотя я их не садил но все равно попилил в общем прям жалко давайте еще несколько минут по саду походим вот хорошо мы туда большой сад не пойдем сейчас вот это если смотреть с нуля до нуля вот эта часть посажена была 2015 я этот участок купил здесь уже были мои деревья вот те что сзади взрослые вот это молодняк они успели вы не зря же вы начали говорить вот эти вот самые абрикосы вон один второй третий уже пень остался как он резал эти нижние ветки как я матерился бесполезно угробил ну вот я тоже ходил два года два лета кулинки сдувал на третий ему лета в общем ну в общем как он не сильно там ну в общем ну как в общем нормально такой вот вырос ага вот видите яблочки растут 500 грамм средний вес вот абрикос этот украины я привез тут уже несколько плодиков есть первый урожай вот он как-то неуверенно себя чувствует это сихвата алиньские посмотрите какие тут урожай будет на самый верх 15 года семечки косточками посадил вот почему я показываю а кто знает может быть это ваша судьба заниматься такими вещами вот это вот средняя волга дар небес прислал еще был живой свирин уникальный садовод это моя фаина супер сорт посмотрите уже какие плоды причем то сейчас еще только еще не было середины июня видите достигают 95 грамм вырожай я брикосов с дерева ни разу не ел очень в магазине так был не у тех людей самый сладкая яблоня называется медовая первые плодики но это молодая у меня есть постарше вот не брезгую еще полу культурный видите вон и несколько плодов зато у меня есть я бы вырастил конечно может чуть скромнее но я бы вырастила здоровый сад там много всего по но вы думали чтобы это как и везде калечат колонавидные яблони яблони редко редко у кого но посудите сами колонавидные яблони садят на как они на наклоновое подвое на карлики достигает метра если повезет полтора несколько яблок от силы каждый год все это касается и орла это касается и томска вашего и липецка где вы были штук десять этих плановидных яблони закопали их в модюлки ну и это ну ниже хорошо сказано в модюлке для меня послышалось хорошо сказали лучше меня ну в общем за все время заставляли копать эти ямы которые нафиг не нужны это сейчас то вот смотрите вот молодая колонна прошлом году дала хотя бы два ведра это не рекорд у меня рекорд пять с половиной вижу так а почему настоящее видны вот чего настоящее лет прошло им они вот выросли вот такие вот крутик такой еще закопали я потом уже все это обкопал чтобы ну вокруг землю чтобы они более-менее что-то были на горке ну что их в общем заливает водой мимо вода 8 течет можно заливает а все дело по двое по двое сибирка вот и все единственная неудача в этом году моя в этом году не урожай нет это венгерки слива венгерки показать плодики персиков мы сергеем один раз угробили здесь было уже потолок все упиралось плодоносили да но мы угробили знаете как смотрите видите ну а куда кушать хочется вот такие ветки надо отрезать и все после этого гибнет видите вот не стесняюсь расскажу как есть вот это уцелелок и вот чуть-чуть пожалели в обрезку смотрите а теперь смотрите сюда внимание фокусе показывает вот еще один покажу вот дело в том что я почему когда я сказал что тонн в томске я бы вырастил во-первых какие по двое видите надо быть хозяином участка абрикос командовал вот прививка этого года на нее привит песок а тут еще и стекло 16 фортичек все открыты смотрите и зимой все открыто надо всего лишь 23 градуса спастить и при пожалуйста они выдерживают они так выдерживает до 35 плодоносит 40 пропускает урожай могут подмерзнуть ну а здесь всю зиму вот так все фортички открыть и хватает тут 30-35 они не мерзут вот этот я пожалел с обрезкой вот пожалуйста урожай вот они першики только замучается поливать буквально каждый день приходится вот свежая подсадка это с косточки рощу вот такие дела ну еще немножко походим вот я учитываю интересы тех кто хочет такой сад вырастить короче теплицы что томске бы не стали бы персики ну стабы вы все так что не так страшен черт где где на любом дальшем участке где теплица а это 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 наша хозяйственность такая это мой поздний априкос смотрите самозахват сделал 8 кто-то 8 увидит что-то видел что кто-то что-то получается пришли разгромили все россии живем сожалению как говорю это короче я порядка в порядку не нет да сам я так это рискованно что-то сразу или как без всякого хода вылазит из земли посмотрите это вишня вылезла сама последний какой урожай не будет передвигая это ее родители вон они собрать его невозможно вот жалуюсь видите абрикосики а что за абрикос манджурский манджурский но еще он уже такой я ничего не понимаю еще смотрите я манджурцы выпилил хорошего здорового смотрите густо было никому не надо продать не смог невестка татья написала на нем ярлычок 500 рублей как вы думаете стоит он того нет вот его собрат вот он вот он а потом насчет давать 5 лет а потом 10 15 чтобы надо будет пропускать урожай так ну ладно это такой короче дерево выпрямлял это такой обход короткий вот и наверное я сейчас отключу камеру 3 представьте себе такую картину разве можно поверить что это антоновка не похоже память правильно зато кто я такой сделал по двое по двое является сибирка сибирка на от рода бордова и помалечку передает свой этот румяне сказки сибирки они вот здесь вот что-то ранетки обычно нет есть чистая сибирка но это дальше в тайге а вокруг уже есть смешанное у нас такого там не растет томский у нас то добра нет не 1000 миллионов но но не не все подходит не все подходит вот видите королевский абрикос которого не может быть в россии вот он так все хватит ну еще одну покажу вот еще одно с украины смотрите видели перчиковый абрикос вот это черный абрикос как вот центральной россии этот абрикос растет не видел то есть вроде там какие-то где-то есть эти абрикосы вот есть ничего я много где работал вы не посчастливы увидеть все понимаете у нас абрикосы были если не во всех то половине дачных участков мы это быстро развернули потому что их легко разводить легко размножать вот потом люди начитались журналы в газет взялись запилы засекаторы и давай их улучшать но любители помидор еще еще погибло там если помидор не режешь он нифига не растет никого этого и потали с помидорами да да и вот объяснял объяснял много кому нифига должен крупнее типа там еще какой-то ерунды мне плели ну и в общем это ну а дерево она не многолетняя но в смысле дерево на многолетние они как мы туда тут рано сделал на всю жизнь то есть один раз обрезал и все слава богу что я не один так же как человек если его брать какой-то инструмент ему руки-ноги порезать и посмотреть что с ним будет все правильно ладно я заканчиваю съемку значит